добрый день дорогие друзья меня зовут марина хайзова и сегодня я буду рассказывать про то как приготовить какое-либо блюдо из чего из гречки вуаля ну а первое что я сделаю это намажу руки кремом потому что от мыла они очень сохнут это такой мой лайфхак и надену наши любимые перчатки очень призываю вас готовить перчатках это обычные нитриловые черные перчатки которые мы заказываем в наш салон красоты и у меня будет сейчас одновременно и спа процедура и процедура по приготовлению вкусного блюда которые я придумала между прочим сама поэтому честно сказать я не знаю что из этого получится но думаю будет что-то вкусное и так смотрите нам понадобится собственно гречневая крупа которую я заранее замочила в горячей воде посмотрите как хорошо на разбухла одна картофелина одна луковица несколько шампиньонов кусочек сыра как маленький зубчик чеснока и шпинат вот собственно и все а еще наверное я возьму немного сметаны у меня там как раз сметана в холодильнике завалялась сейчас я ее тоже туда же и употреблю и первое что мы сделаем это измельчим нашу гречку погружным блендером сейчас мне нужно разогреть сковороду чтобы поджарить лук грибочки и чесночок единственный минус готовки в перчатках с сенсорной плитой что она не слушается руки в перчатках и приходится их снимать пока я поставлю разогреваться сковородку это моя форма для моей я нарезала полукольцами лучок вот смотрите я его обжариваю сейчас чесночком немножко подсолнечного масла и я порезала грибы грибы я буду жарить отдельно от лука потому что мне не нравится они если в сочетании с луком они дают воду а мне нужно достаточно чтобы была жесткая консистенция не водинистая пока у нас обжаривается лук и чеснок до золотистой корочки я натру картофель ну и собственно сыр который потом у нас будет прекрасной шапкой нашей запеканкой и так я обжарила до золотистой корочки лука чеснок теперь я обжариваю грибы немножко поперчу посолю добавлю специи это перечная приправа с паприкой и здесь даже есть немного соли и быстренько обжариваю наши грибочки шикарный аромат обожаю запах грибов и нужно их прям жарить очень быстро я буквально их припускаю не зажариваю чтобы они не потеряли размер то есть просто слегка слегка их прижарила и прям буквально быстренько припущу шпинатик жарить его не буду просто немножечко его подогрею на сковородке я заранее смазывала форму и буду выкладывать нашу гречневую я даже не знаю что это такое гречневое пюре на дно формы то есть это у нас будет как бы база или корж на которой потом мы слоями выложим лучок картошечку шпинат грибочки и засыпем это все сыром затем я слоем выкладываю лук в принципе здесь можно работать в произвольном порядке кому как нравится это авторское блюдо поэтому вы можете экспериментировать тоже как хотите выложила лук затем я выкладываю шпинат тоже слоем такой тепленький затем я буду выкладывать слой картошечки грибочки и сверху сметанка и сыр хотя если будет без сметаны и сыр это будет полностью постное блюдо но нам эти ингредиенты нужны для скрепки выкладывают тоненький слой сметанки как попросил аурика и так смотрите друзья тоненький слой сметанки и сейчас у нас будет сырок сверху засыпаем сыром и сейчас наша запеканка посмотрите как выглядят слои отправиться в разогретую духовку сейчас там температура 100 градусов я чуть-чуть прибавлю до 120 и буду следить за готовностью по сути здесь все ингредиенты кроме картофеля уже готовы но поскольку картофель теплый тертый и мы его приготовим тоже быстро вот такая у нас получилась классная запеканка ждите что у нас получится будем пробовать и самое главное сказать волшебное слово ахалай махалай симсилавин готовься вкусная запеканка это залог успеха любого блюда друзья ну вот дорогие друзья наша запеканка готова вот так она запекалась сейчас я ее буду пробовать и обязательно вам расскажу как мне было вкусно и так дорогие друзья наша запеканка готова вот так она выглядит уже в сервированном виде я еще наложил свежего шпината и немножко приправила острым соусом сейчас буду пробовать ну вполне себе съедобно так что можете использовать мой авторский рецепт